Ну или я могу сказать, например, ведь эмоции это часть беды, эмоции. Есть еще мысли, мозг, вот проблема. Эмоции это потом уже, а вот что делать с тем, что появляется, понимаешь, потому что мозг это такая штука, это, ну, представляете, вот он 40 лет, там, или 50, он доминировал, он, он. Ты заходишь в туалет, садишься, раз, он понимает, делать нечего, ему же нечего делать, мозгу. И он говорит, читай дезодорант на Казахстане. И ты начинаешь читать этот дезодорант, вот что делать, чтобы не взять этот дезодорант, чтобы не взять, что делать. Вот это еще одна механика, то есть она более глубокая. Потому что эмоции, ну, люди всегда ставят эмоции выше мыслей, они как бы считают, что с эмоциями труднее. Я говорю, нет, потому что эмоции появляются после мыслей. Сначала появляется у тебя стереотипное мышление, а потом эмоция. То есть фактически люди учатся не анализировать себя постоянно, то есть мы каждое действие анализируем. Ну, с вашим мозгом мы справимся. Потому что он у вас фантастический. Надо еще записать, не забыли ручку? Нет. Да, да, ну, конечно, все записать. Я хочу сказать, для женщины катастрофа, конечно. Хорошо есть блондинки, а они как бы, знаете, да, думают. Ну, вы же не любите блондинок, они же не тот уровень, правда же? Хотя они... Сзади такая втулка, да. Видишь, тоже блондинок, тоже блондинок. Я хочу сказать, что блондинки, это, конечно, стереотип, потому что есть очень много умных женщин, обладающих, ну, скажем так, альбиноскими наклонностями. Но при этом, при этом я хочу сказать, что, конечно, когда мозг тебя поработил, мозг, это ужасно. Потому что я так, ну, не могу сказать, что я прям сразу определяю людей, которые мыслят. Но, поверьте мне, вот люди, которые мыслят мало, ну, грубо, когда мозг, их работает по-нушим, ну, нужно им, они включили его, не нужно, они его выключают, да, грубо? Они сидят все такие, а все, кто думает, они как бы... Они в таком процессе мыслительном, такой оценительном, что он же все время работает. Как у него? У него он, брат, да, ты желтая майка. Что он несет? Вот теперь, смотрите, теперь, если этот мозг работает как бы на благо человека, на благо его мечты, он как бы дает идеи ему, он куда-то движет, вот одно. А когда он ему рассказывает, что у него бородавка выросла на шее, и что ему надо, что-то с этим делать, 15 часов в сутки об этом думает, или дырка на колготках, ну, для умыслительных женщин это же вообще... Ну, когда дырка на колготках, это и зашла в троллейбус, и мозг что делает? Они все думают, да, тварь, дырка... Ну, в общем, как бы с мозгом можно работать.